Чтобы ответить на вопрос, одиноки ли мы в космосе, ведутся исследования в Солнечной системе. Мы изучаем объекты, на которых обнаружена вода. Сейчас главная наша цель — Марс. Мы знаем, что около трех миллиардов лет назад на нем долгое время была вода. Аппараты, спущенные на Марс, находят фрагменты органических молекул. В конечном итоге на Марс должны высадиться люди для дальнейшего его изучения. Если мы пошлем туда, например, четверых человек, то уже в первый месяц покроем большую площадь, чем за последние 50 лет, с помощью автоматики. НАСА строит ракету для запусков из космоса. Она будет больше, чем Сатурн-5, с помощью которой отправили людей на Луну. Мы отправим на ней в полет людей уже в начале 20-х годов. А потом будем строить корабль, на котором люди смогут жить долгое время и добраться до Марса. Чтобы долететь до Марса, нужно 8 месяцев. Поэтому мы проводим столько времени на МКС. Прежде чем отправлять людей на Марс, надо убедиться, что все системы жизнеобеспечения работают безотказно. Скотт Келли и Михаил Корниенко провели на орбите целый год. Одной из целей этого полета было выяснить, что произойдет с человеком в космосе за такое время. До этого у нас, американцев, не было такого опыта. Никто еще не проводил на МКС целый год. Я сам брал у себя кровь, делал анализ слюны. Мы делали УЗИ сердца, артерии и мышц. Каждый месяц мы теряли 1% костной массы. В невесомости организм понимает, что прочный скелет ему больше не нужен. И начинает от него избавляться. Через 100 месяцев теоретически костей у человека не останется вообще. Космические полеты – дело рискованное. Но жажда познания заложена в человеческой природе. И мы идем на рассчитанный риск. Мне кажется, полет на Марс научит нас очень многому. Мы на пороге поистине удивительной эпохи. В ближайшие 10-20 лет мы полетим на Марс. И я верю, что мы можем найти признаки жизни за пределами Земли. Первые экспедиции на Марс будут как первое покорение Эвереста. И если мы найдем свидетельство того, что там когда-то была жизнь, это будет потрясающий результат для всего человечества. Значит, жизнь возможна не только на Земле.